Посетили вашу резиденцию в Межигорье, и их поразило богатство и такие предметы, как коллекция автомобилей из нескольких десятков единиц, или многократно везде воспроизводилась фотография золотого батона, который я не знаю для чего служил. И люди, которые с трудом сводили концы с концами на протяжении многих лет, увидели в этом свидетельство коррупции и злоупотребления полномочиями. Вот что бы мы ответить могли сейчас? Я много раз отвечал на этот вопрос. На этой территории находится мой дом, который я купил за свои средства, за декларированные. Он немного более 600 квадратных метров, квадратура этого дома. Что касается коллекции автомобилей. Да, я действительно, я всю свою жизнь, с молодости, ранней молодости, я коллекционировал старые автомобили. И об этом знали и знают все мои друзья, близкие. Это были не только автомобили старые, еще советских времен, но это были и мотоциклы старые. Это были и машины времен Великой Отечественной войны. Это были и Доджи, два Доджа, и Виллис, и ГАЗ-63. Там были и запорожцы, и москвичи, и Волги. И некоторые из них, а может быть даже большинство из них, мы в буквальном смысле собирали с хлама. И стоимость их не такая, я даже не знаю, какая их стоимость, потому что мы их собирали не спеша, реставрировали. Это да, это мое хобби. Я это любил и люблю. Но кто имел какое право у меня их забирать? Это моя душа. Но там стояло очень много автомобилей, которые не принадлежат мне. Там находилось специализированное предприятие, частное, которое оказывало различные услуги. И ремонт автомобилей, и стоянки, и в том числе сохранности. О каких автомобилях идет речь, я не знаю. И это в том числе и об этом батоне, о котором вы говорите. Я впервые о нем слышал. Может быть он где-то и был, но он не был в моем доме. Вот.